Приветствую всех в JobSchool, с вами я, Достон. Сегодня я хотел бы начать с социальных сетей и о вреде социальных сетей. Я хочу рассказать больше не только об английском, не только о грамматике, не только о словарном запасе, но о том, как учить английский язык. Или как сделать так, чтобы вы получали не только пользу, но и удовольствие от этого. Давайте же начнем с первого. Почему я вообще начал этот эксперимент? Потому что я бросил Инстаграм и большинство социальных сетей на один год. И я хотел поделиться своим опытом через это видео. И как это видео может вам помочь? Первый вопрос может вам задаться, зачем или почему ты это сделал? Чаще всего мы просыпаемся, мы доставим свой телефон и сразу же заходим в социальные сети. Правда? Не так ли? Когда мы начинаем свой день через социальные сети, мы погружаемся в какие-то новости, какие-то сплетни, какие-то вещи, которые происходят там. Либо вы заходите в Инстаграм, смотрите сториз, да, истории. И видите, ваши друзья где-то отдыхают. И вы можете подумать, ой, я такой несчастливый, такая несчастливая. Но на самом деле мы от этого только получаем негатив. А мы должны чаще всего получать импауэр. Мы должны делать то, что нас вдохновляет. И я хочу показать через это видео, как английский изменил мою жизнь. Также еще проблемой была зависимость. Вы знаете, да, есть зависимость к алкоголю, к сигаретам. Но также теперь, в 21 веке, у нас есть зависимость от социальных сетей и интернета. Вы это можете посмотреть на своем телефоне. Есть такая функция, к примеру, на iPhone или на Android, которая называется Screen Time. Вы можете посмотреть, сколько вы тратили, сколько вы смотрели что-то в этот день. И там же есть такая категория, как Social Networks. Это получается социальные сети. Сколько вы минут, сколько часов тратили. И когда я увидел, сколько часов я трачу в день на социальные сети, я был поражен. Потому что это может быть от часа до двух. Представляете, даже я не замечаю, что я захожу куда-то. Но это получается как зависимость. Вы делаете вещи и даже не понимаете, что делаете их. И также у меня было ощущение, что я что-то упускаю из своей жизни. Этот эффект называется также FOMO. Fear of missing something out. То есть вы видите, что-то происходит, кто-то на вечеринке. А я сижу дома, учу английский. Зачем мне это все? Я вижу очень много комментариев. Люди пишут, зачем мне нужен английский? Зачем я вообще учу его? Но подумайте. Мы совершаем это действие, чтобы получить допамин. Дофамин – это есть такое вещество в нашем мозгу, когда мы получаем удовольствие от чего-либо. И социальные сети являются также дофамином. Это быстрый дофамин. Вы получаете его как фастфуд. Вы хотите что-то съесть, что-то получить. Дофамин вы берете и едите. Но вы понимаете, что или не понимаете, что это может принести вам вред в будущем. И социальные сети работают по такой же системе. Вы скроллите. И вы даже не понимаете, что вы делаете. И так вы начинаете целый день. И он также будет продолжаться. Хорошо. Эти были проблемы, которые связаны с моим опытом. Пожалуйста, напишите также, какие проблемы были у вас. И теперь я покажу, как же прийти к тому, чтобы избавиться от этой вредной привычки заходить постоянно в социальные сети. Первое, что я сделал, это я удалил приложение из моего телефона. И зачем я это сделал? Потому что чаще всего мы заходим, как я сказал, unconsciously. Мы даже не думаем об этом. Мы просто кликаем и сразу же заходим в наши социальные сети. Я сделал это для того, чтобы мне было сложно заходить туда. И каждый день или каждый раз писать мой логин и пароль. Я сделал это для этого, чтобы было мне сложно заходить. И тогда я думаю, а зачем мне вообще заходить в социальные сети, если это мне не нужно? Я просто взял и удалил приложение. Следующая вещь, которую я сделал, это взял и отключил notifications. Это у нас получается уведомление. Так как это может также отвлекать нас от того, когда мы разговариваем с кем-то. Это также была одной из проблем, с которой я столкнулся. Когда я был где-то в обществе, когда я был с кем-то, к примеру, сидел, разговаривал. И ко мне приходили уведомления. И это отвлекало. Потому что человек, с которым вы разговариваете, он это все видит. Он это все понимает. И последнее, что я сделал, это написал в дневнике своем, в тетради, вещи, которые я получу, либо потеряю, если я не буду заходить в социальные сети. И плюсы превысили, конечно же, минусов. Потому что, вы понимаете, я получаю дофамин не сейчас, прямо сейчас, но в будущем. И вот мои результаты привели к тому, что я начал думать больше, что мне делать в будущем. Это long term, да? В долгосрочной перспективе. Чего я могу добиваться? Что я могу делать в будущем? И также я начал думать, что мне реально нравится в жизни. Не просто смотреть на жизнь чужих людей, а создать свою жизнь. И я начал больше фокусироваться на бизнесе, на вещах, которые мне важны в реальной жизни. И когда при общении с людьми я начал больше слушать, о чем они говорят, как с ними взаимодействовать. И вот все эти навыки помогают мне и продолжают меня мотивировать. И так же, как и вы, я все еще студент, я все еще учу языки, я все еще учу английский, потому что это мне нужно для бизнеса и для работы. Я все еще до сих пор учу японский язык. Хоть я и нахожусь здесь три года, но он у меня не идеальный. И для всего этого нам нужно время. И вот для этого я хотел поделиться этими фактами, этими вещами с вами, потому что я вижу, как негативные вещи могут отнять у нас фокус, что нам реально важно. Если понравилось это видео, обязательно пишите, что вы узнали об этом или что вы хотите попробовать в будущем, может, не только социальные сети, что еще может быть вредным в нашем journey, да, в нашем пути. Мне будет интересно об этом почитать. А мы с вами еще увидимся. И, пожалуйста, также заходите на канал моего друга Ирисмата Муса, потому что мы вместе тоже здесь делаем классные видео. Я думаю, будет интересно тому, кто хочет учиться, кто хочет узнать что-то о Японии. А мы с вами уже увидимся в следующем видео. Пока-пока.